В Якутии стартовала приемная кампания высшие учебные заведения России. В этом году республики выделили свыше 400 целевых мест в более чем в 50 образовательных организациях страны. Проходит приемная кампания в два этапа. Первый в форме региональной олимпиады прошел еще в марте. По ее результатам к поступлению рекомендовали 600 выпускников школ. Всего же в этом году общеобразовательные учреждения выпустили 8,5 тысяч школьников. Началась приемная кампания и в главном вузе республики СВФУ. Сколько заявлений уже подано и как проходит кампания, расскажет Марьяна Кутукова. В Северо-Восточном федеральном университете приемная кампания началась 19 июня. На сегодняшний день подано более 500 заявлений. Больше всего документов поступило в те факультеты и институты, где уже известны результаты единого государственного экзамена. Это инженерно-технический институт, а также институт математики и информатики. Большой поток абитуриентов ожидается после оглашения результатов экзаменов по химии, иностранному языку и истории. Я хочу поступить на юридический в сферу правоохранительных органов. Закончила вроде бы хорошо, все баллы написала, все на 4 сдала. Надеюсь, что поступлю и желаю всем поступающим удачи. Почему именно этот университет? Я не знаю, как бы он мне понравился. Я наблюдала после 9 класса за ним. План приема у нас на бюджетные места по очной форме по программам бакалавриата и специалитета составляет 1979 мест. Платный прием у нас составляет примерно порядка 800-900 мест. Он может быть, конечно же, перевыполнен. Первые приказы на зачисление по программам бакалавриата и специалитета выйдут 29 июля. Это у нас будут зачисления целевиков, лиц с особыми правами, лиц, поступающих в преступительные испытания. А окончательные итоги приема на бюджетные места у нас будут 8 и августа. В здании речного училища Республиканская приемная комиссия Высшеучебные заведения России стартовала 26 июня и продлится до 5 июля включительно. Работа приемной кампании в центровузы проводится в два этапа. Первый в форме региональной олимпиады прошел в марте. По ее результатам 600 молодых людей были рекомендованы для поступления. Недавно проходила олимпиада Моя Парис Айти. И там я, по результатам этой олимпиады, я встал в честью пойти в Санкт-Петербургский, в государственный университет ИТМО. Это информационная система и технологии. Это очень престижный вуз. Это практически моя мечта. Я там изначально хотел поступить. В вузах России наиболее приоритетными направлениями остаются техническая и технологическая сферы. Также большой популярностью пользуются информационные технологии, медицины и юриспруденция. В этом году спектр городов и вузов, по аналогии прошлых лет, около 50 вузов, по 100 специальностям получается. Но остальные большие города представлены. Это город Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск. На данный момент у нас поступило около 15 заявлений от абитуриентов. Но это обусловлено тем, что сейчас в настоящее время не все ребята получили аттестат. Ожидаем поток через 2-3 дня. Мы принимаем документы без результатов ЕГЭ. То есть, если ребята известны некоторые, два экзамена уже известны, они могут уже подавать к нам документы. Основной поток абитуриентов после оглашения результатов ЕГЭ и получения дипломов ожидают и в Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Прием документов для выпускников школы среднего профессионального образования начался 20 июня. На сегодняшний день в сельскохозяйственную академию поступило более 50 заявлений. В этом году планируем набрать 1200 студентов на первый курс. По бюджетным местам у нас 746 мест. По бюджету республики 110 мест. И остальной набор планируем набрать на коммерческой основе. Исходя из анализа прошлого года, у нас востребованностью пользуются такие направления, как землеустройство и кадастры, ветеринария, агрономия и агроинженерия. И с прошлого года в связи с открытием пользуются популярностью специальности среднего профессионального образования юриста и бухгалтера. Отметим, что прием документов в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию для выпускников школ продлится до 26 июля. Для выпускников среднего профессионального образования – до 15 августа. Марьяна Кутукова, Екатерина Амосова, Евгений Тайтонов. Якутия. День за днем. Продолжение следует...